Время. Всю жизнь мою несу Родину в душе. Это кажется невероятным – писать диктанты, сочинения и даже целые книги вот так, с помощью специального шила «Точка за точкой». Елена Черепанова, заместитель директора Краевой библиотеки для незрячих и слабовидящих, показывает принцип такого письма. Есть прямоугольник, где каждая вот такая точка выпуклая означает ту или иную букву. Вот это, например, буква «А» в этом прямоугольнике. Если это уже две точки, соответственно, буква уже «Б». Чтобы не сбиться, лист бумаги зажимают в специальной раме и пишут, причем задом наперед, чтобы потом текст шел как нужно, слева направо. Сложно, но у слабовидящих просто нет выбора, уметь или не уметь. Для них азбука Брайля – единственный способ общения с миром знаний, литературы, образования. «Шрифт Брайля – он все-таки основа грамотности любого незрячего человека. Тот, кто изучает его, он продолжает учебу дальше и в средних, и высших профессиональных образовательных учреждениях. И дальше повышает свою квалификацию, находит даже работу». Такие турниры проходят в библиотеке ежегодно. В командах как взрослые, так и совсем юные участники. В программе – чтение, диктант, а также викторина. Сегодня – на знание творчества Шукшина. Специально для этого библиотека издала его повесть «До третьих петухов». Здесь есть своя точечно-рельефная печатная машина. Так что пока в мире зрячих книжные магазины закрываются, а бумажных книг издается все меньше, как ни парадоксально, в мире слабовидящих бумажные издания будут востребованы еще долго. Илья Кочетков, Александр Антропов, информационный канал «Город».